И я учу как, год решил закончиться на небольшом конфликте, вот это видео достаточно короткое, но в целом я решил вам про это немножечко рассказать, а также показать небольшой отрывок из новой серии адского босса. Совсем недавно в сети слили отрывок из восьмой серии адского босса, не благодарите. На это отреагировала даже сама Вивьен, сказав то, что как бы это не круто, но как бы поделать с этим она тоже ничего не может. И именно поэтому, прежде чем что-то сливать в патреон, она выбирает это очень-очень тщательно. Потому что понимает то, что стопроцентно это увидят не только патроны, и по факту это и правда так, не слил бы я, слил бы кто-то другой. Но большого мова я не понял только от друзей Вивз, например от Тэшли, которая зачем-то решила писать не мне напрямую, а моему подписчику с просьбой удалить видео. Который, к слову, набрал больше просмотров, чем официальный слив, это очень смешно, очень смешно наблюдать за ютубом, который рекомендует не оригинал, а перезалим. Но подписчика я никак не осуждаю, даже очень круто то, что этот отрывок набрал столько просмотров, это, в принципе, этого я и добивался. Ладно. Я не перестану говорить, что все сливы вы можете найти только в моем Телеграм-канале, и с этого момента только в Телеграм-канале. Потому что этот слив можно сравнить только с прошлым моим сливом со второй серией, где я рассказал немножко про сценарий и название второй серии. Только теперь меня еще ненавидит весь западный твиттер, впрочем, зато вы увидели новый отрывок. Давайте же сегодня добьем ненависть ко мне и разберем этот отрывок у меня на основном канале. К слову, там ничего нету, ну буквально ничего, вот этот отрывок, и на нем, как мы видим, Блиц нажрался, как свинья, и начал приставать к какому-то импу. А Луна его защищает, чтобы он не перетрахался совсем адом. И, в принципе, все, вот он весь отрывок, больше там ничего нету, то есть никаких спойлеров, ничего в этом отрывке нету. И единственное, что я хотел бы добавить, что этот отрывок в начале трейлера Hello 2020, это и есть восьмая серия Адского Босса. И вот это вот, это, я так понимаю, продолжение той самой фразы, если только по одной. Ставь лайк, если у тебя по одной, это тоже каждый раз вот так вот. И я говорил, что восьмая серия должна была выйти в декабре, но походу Ивьен решила перенести ее на январь. И по идее, хорошо, что она перенесла это на январь, в январе есть январские каникулы. Но проблема в том, что в штатах тоже существуют январские каникулы. И команда Ивьен тоже будет на них. Поэтому я не могу вам обещать то, что это выйдет в начале января, но скорее всего стоит ждать все-таки в январе. Хотя, например, та же третья серия Адского Босса вроде как вышла в начале января, если я ничего не путаю. Это было во время каникулов, и вроде как все нормально, так что возможно и правда восьмая серия выйдет в начале января, но я не уверен, я ничего не буду вам точно говорить. Кроме этого, что-то мне подсказывает по отрывкам, которые мы видим из восьмой серии, и мы пока что не видим никакой драмы со Столсом. Нам скорее всего расскажут больше про отношения Блица и Луны, и где та самая концовка, которую нам вот все вот так сильно преподносили. Возможно, что-то под конец серии такое и будет, и нам все-таки дадут понять то, что это будет в следующей опять серии, а в следующей серии опять ничего не будет, и опять что-то будет под конец. Задолбало, если честно. События восьмой серии будут происходить в кругу Чревоугодия, ранее нам этот круг не показывали, но как по мне, они должны были закончить сначала арку со Страйкером, а уже потом показывать другие истории. Не зря эпизод 7 носит планку, часть первая, и по сути восьмая серия это должно было быть продолжение седьмой серии, то есть седьмая серия, вторая часть. Тут как бы немножечко нелогично все получается, надеюсь, Вив знает, что делать, и я не понимаю вообще. И я не уверен, что восьмая серия станет финальной серией первого сезона, потому что уместить все это вот вместе с историей Блица и Луны, еще и там Страйкера запихнуть, еще Столоса запихнуть на 12 минут, это как-то слишком динамично, и мне кажется, получится совсем не очень. Опять же, надеюсь, что Вивьен знает, что делает. Также, возможно, что я скажу сейчас, будет достаточно банально, но хотелось бы поблагодарить вас за то, что были со мной весь этот год. Я считаю, что любовь к подписчикам должна показываться не словом, а делом, но пока что показать, что я делаю, я попросту не могу. Уже в следующем новогоднем ролике я хочу рассказать немножко подробнее о своих проектах и что вас ждет в 2022 году от меня. 21 год был достаточно скучным, неинтересным, ничего нового я для вас не делал, а просто тупо выкладывал видео, да и в принципе все. Но вот 22 год, обещаю, будет намного лучше. Это не новогоднее видео, оно будет немножечко позже, уже в новом году. И сейчас я просто хочу сказать еще раз спасибо, что были со мной весь этот год. Приятно вам встретить новый год, провести старый и надеюсь, что в новом году у вас будет его в жизни хорошо. Всех с наступающим! Ставьте лайки, пишите свои теории в комментариях, не забывайте подписываться на канал, а также ставить колокольчик. Ну а я же с вами не прощаюсь, увидимся в новом 2022 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok